Производство, где все прозрачно. В четверг глава города Владимир Шарыпов посетил предприятие Стекломакс. Здесь стекло не производят, а перерабатывают сырье и производят архитектурные стеклопакеты и другие изделия, в основном для строительства и отделки зданий. Компания – один из лидеров стекольной индустрии в Центральном федеральном округе. Клиенты – это фасадчики, оконщики, строители. Естественно, мы целиком и полностью зависим от строек. Как чувствует себя строительная отрасль, так чувствуем себя и мы. Естественно, учитывая некоторые особенности нашей страны, неравномерное развитие – основной рынок на сегодняшний день московский. К сожалению, хотелось бы больше поставлять на Ивановский, Косромской, Ярославский, но все-таки большая часть продукции едет в Москву. Не так давно предприятие вышло на внешний рынок. Нашелся заказчик в Юрмале. Но чтобы расти и развиваться дальше, нужны новые помещения и новые мощности. В планах перепрофилировать помещение одного из складов готовой продукции под еще один цех. Но есть проблема с энергоснабжением. С этим глава города обещал помочь разобраться. Будем помогать с присоединением дополнительных мощностей по энергетике и прочим ресурсам. Предприятие для нас важно чем? Потому что 150 сейчас рабочих мест уже создано, причем с нормальной такой зарплатой. И планы у предприятия увеличивать выручку, выходить на внешние рынки. Сейчас уже с Прибалтикой заключен контракт. Соответственно, мы прорабатывать сейчас будем вместе возможность увеличения мощности под дополнительное оборудование. А это значит и создание новых рабочих мест. И, соответственно, это не может не радовать. И, конечно, сейчас будем компании этой помогать. Продукции Ивановского предприятия уже используются во внутреннем остеклении Москва-Сити, жилых комплексов и многофункциональных центров. В планах после расширения производства создать новые линейки продукции и закрепиться на внешнем рынке. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.